Ежегодно бойцы собираются, чтобы столкнуться в турнире по суровому единоборству и выяснить, кто же из них лучший. Может показаться, что это сюжет какому-нибудь боевику, но речь идет об областном чемпионате по боевому самбо. В этом году соревнования собрали не так много народу. За моей спиной вы видите сейчас весь состав. Ну, вид спорта жесткий, да и пандемия, как всегда свое слово сказала. То есть никаких болельщиков, только судьи, медики и участников, человек 10-15. Работает один ковер, то есть турнир проходит без помпы, но знаете, это даже хорошо. Атмосферу через камеру трудно передать, но чувствуется, что бойцы пришли сражаться и побеждать. Сразу скажем, по количеству собравшихся судить не стоит. Во-первых, спортсмены тут берут качеством поединков, а во-вторых, дисциплина эта в нашем регионе весьма востребована, особенно в среде силовиков. У нас даже есть и мастера спорта, и призеры России по боевому самбо, таких как Синельников, Васильев, мастера спорта, Мадаяна. Они были призерами России. Что касается правил, тут все приближено к настоящей боевой ситуации. В отличие от спортивного самбо, в боевом можно бить как руками, так и ногами и даже на определенных условиях добивать соперника в портере. Кроме того, здесь разрешены болевые удушающие приемы, которые нельзя проводить в спортивном варианте. Конечно, при таком широком арсенале на соревнованиях обязательно должны быть медики. Ну, достаточно часто, практически каждые выходные мероприятия по городу Тамбову, поэтому приходится дежурить. А вот на боевом самбо были уже? Да, были уже. И как там, с травматизмом часто подходят? Ну, да, достаточно травмоопасно, очень часто. Боец в синей куртке – 24-летний Идгар. Его база – рукопашный бой, и занимается он уже около 10 лет. Спортсмен представляет спортобщество «Динамо», и на его счету достижения даже на профессиональной арене. Чемпион Тамбовской области по рукопашному бою, по ММА, по джиу-джитсу, призер всероссийских турниров по ММА. И это далеко не полный список. В своем первом бою на этих соревнованиях он победил досрочно, задушив соперника. Ну, хотел еще немного продышаться, потому что простой был уже два месяца, не было соревнований из-за эпидемической ситуации. Поэтому так, продышался более-менее нормально. Да и вес не мой, я держусь до 58, а это до 64. Главная награда для бойцов, оказавшихся лучшими – это путевка на турнир Центрального федерального округа. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей.